Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашей новой вебинарной неделе Директ Академии. Наша новая неделя будет очень интересной. О ней я расскажу чуть позже. А сейчас, как всегда, хотел бы обратить ваше внимание на двух ссылках, которые я привел ближе к началу чата красным цветом. Первая из них ведет к нашему сайту Директ Академия. Его главная страница одновременно является и расписанием. Вторая ссылка ведет на наш канал на Ютубе, на котором будет располагаться в том числе и запись этого вебинара. Вообще говоря, там располагаются записи уже почти 260 вебинаров, которые проводила Директ Академия. Так что подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе всего происходящего. Сегодня у нас некоторые обновления. Обращаю ваше внимание, те, кто часто ходят на вебинары к нам, либо вообще пользуются софтом компании Мерополис, произошло большое обновление интерфейса вебинарной комнаты. Ну, надеюсь, что все это к лучшему. По крайней мере, вроде бы все под рукой, все хорошо. Думаю, что вам это обновление понравится или, по крайней мере, не вызовет какого-то отторжения. Ну и, как всегда, давайте я вам обещал рассказать про нашу неделю. Расскажу, ну, по крайней мере, про следующие три вебинара. Они у нас будут очень интересные. Ну, собственно, четвертый тоже будет интересный. Ну, о нем чуть позже. Сегодня не буду говорить. Итак, три следующие наши вебинара. Это завтрашний вебинар. Завтрашний вебинар продолжает цикл вебинаров об искусствоведении истории искусств Софьи Багдасаровой, нашего постоянного ведущего, постоянной ведущей и известнейшего блогера по теме истории искусства. Тема, как всегда, такая достаточно витиеватая и интересная. Какие картины считали прекрасными в эпоху мушкетеров и длинных париков. И как это повлияло на сталинский ампир. Дальше идут два вебинара, которые я с большим удовольствием вам представляю, потому что я очень давно лелеял вот такое желание этих людей пригласить к нам. Первый из них 21 числа в среду, 21 марта, выступит Алексей Сидоренко, руководитель Теплицы социальных технологий. Называться будет вебинар Теплицы социальных технологий в ваш дополнительный образовательный ресурс. Ну, если кто не знает, Теплица социальных технологий это совершенно замечательное явление на небе нашего образования. Такое солнышко прям. Они занимаются настолько важной, хоть и точечной такой образовательной деятельностью, они так много позволяют людям дополнительно узнать. Это и контентные вопросы, и вопросы того, как делать различные мероприятия с небольшими бюджетами. В общем, огромное количество вопросов, либо примыкающих к образованию, либо непосредственно связанных с образованием. Причем делают это на совершенно замечательном уровне. У них хорошие кадры, которые этим занимаются. У них видеоролики, которые смотреть одно удовольствие. Ну, и так далее, и так далее. Они проводят митапы в Москве и в других городах, где можно встретиться с выдающимися людьми. И поучиться у них. Так что, вот этот вебинар, это один из тех вебинаров, которые я очень давно хотел у нас провести. Наконец-то Алексей согласился. А и второй вебинар, ну, это вообще моя мечта. Пригласить, была, пригласить к нам на Директ-Академию Стаса Козловского. Стас Козловский, если кто-то не знает, это одно... Ну, в Википедии не принято говорить первое лицо, да, российской Википедии. Ну, что-то где-то так. Так, один из самых старейших и первых администраторов и редакторов русской Википедии. Исполнительный директор некоммерческой организации Wikimedia.ru и так далее. То есть, это тот человек, который Википедию знает от ее рождения буквально и до нашего времени, и который отвечает на все вопросы. Когда, например, у государства есть вопросы к Википедии, еще у кого-то, вот в основном спикером выступает Стас в этом случае, да, ну и с особым, как бы это вам сказать, с особым удовольствием и с особым чувством таким, может быть, не очень хорошим, да, приглашая его в нашу аудиторию вузовскую, знаю, что в вузах Википедию не очень сильно жалуют, вот, не знаю ее по сути, не знаю ее законов, как она функционирует, что такое консенсус в Википедии, какие основные законы в Википедии и так далее. И вот я хочу вам этого троянского коня, так сказать, ввести в ваш затхлый мир наш, извините, вузовский, да, почему я его называю затхлым? Конечно, прекрасные люди там обитают, но иногда в мозгах у них творится не то, что хочется. Приходите, послушайте, задайте острые вопросы Стасу. Да, ясно, что Википедия не идеальна, да, но приходите и послушайте, получите удовольствие. Ну что ж, хватит, наверное, другие, да, совершенно другие тараканы. Вот этих, если стравить этих тараканов, может получиться что-то хорошее. Вот, может быть, кто-то станет активным автором после этого мероприятия. Это будет здорово. Ну что ж, да, давайте теперь перейдем, собственно, к моим, к моим собственному вебинару, который я сегодня провожу. Ничего не изменилось, так меня спрашивают, не поступили сертификаты. Напишите мне лично на мою почту в конце, если не вот, ну, к счастью, на самом деле в последнее время уменьшилось число людей, которые не получают сертификаты. Видимо, наши люди что-то подправили с рассылками. Раньше были некоторые проблемы, особенно с адресами на Mail.ru. Почему-то Mail.ru наши рассылки не очень любила и отфильтровывала. Но в последнее время стало лучше. Ладно, коллеги, давайте приступим к нашей сегодняшней теме. Тема сегодняшняя, к сожалению, сегодня не столько людей, сколько я хотел бы, но все-таки достаточное количество пришло. Вот, этот вебинар возник буквально вот в пятницу уже, когда стало ясно, что наш автор, который должен был быть ведущий, который должен был быть сегодня, он попросился перенести его на 30-е число. Сегодня должен был быть вебинар о игрофикации. Ну вот, я срочно поставил себя, чтобы заполнить эту лакуну. Ну и эта тема одна из моих любимых тем, сегодня мы о ней поговорим. Что ж, итак, сегодняшняя тема, озвучиваю ее. Гигапиксельные изображения, новые возможности для обучения. Давайте начнем таким кратким опросом. Про игрофикацию у нас 30-го числа расскажет Иван Нефедев. Отвечаю Любовью Вениаминовне. Давайте с такого краткого визуального опроса начнем. Кто уже принимал участие в подобном мероприятии, вот частности Любовь Вениаминовна, я вас попрошу не высказываться, потому что интересно, как на это прореагируют люди, которые в первый раз это видят. Итак, как вы думаете, откуда это изображение? Какие у вас есть предположения, что это изображение, что оно изображает, кто автор этого изображения, не буду называть точнее. Напишите, пожалуйста, в чате. Если не знаете, можете просто предположить. Так, панно пока достаточно, ну так, тепловато. Ближе, да, Ирина Алексеевна, это ближе. Наталья Вячеславовна, совсем близко. Совсем близко, хорошо. Потом дам вам ответ. Потом дам вам ответ, что это такое. А вот это участок какого произведения? Попробуйте подумать, хотя бы по гамме цветов, что это может быть. Здесь вот изображен такой симпатичный бычок, который чем-то явно недоволен. Нет, вот здесь хорошо даю подсказку. Вот более... Этот бычок в большем контексте, визуальном. Может быть, так понятнее будет, что это за бык? Да, да. Ну, здесь уже контекст более широкий, и сразу люди начали отгадывать правильно. Ну и третий вопрос. А кто все эти люди? Часть какого произведения вот эти люди составляют? Да, да. Вот тут вы сразу угадали. Сразу... Нет, это не видение Христа, это Иванов. Да. А теперь давайте посмотрим, какую часть изображения занимают данные отрывочки. Вот они, ответы. Это ад, да, но это не отдельное произведение. Это триптих Босха. Это первая картинка была, да? Это триптих Босха. Сад земных наслаждений. Третья его часть, правая. Правая створка. Потому что это все закрывается так вот. Правая створка, ад. И это, в общем, не самое мелкое приближение к картине. А такое средненькое достаточно. Сейчас про быка, сейчас про быка вам сейчас покажу. Вот он, бык. Видите, маленькую зелененькую, маленький зелененький прямоугольничек. Это то место, где бык стоит. А вот большой зелененький прямоугольничек, это уже тот визуальный контекст, в котором вы смогли определить, определить, что это за полотно, достаточно быстро. Потому что там такие характерные икони, видимо, по этому. Ну и, наконец, Наконец, вот он, тот маленький кусочек пространства, в котором находятся люди, на которых мы обычно не обращаем внимания, даже когда приходим в Третьяковку. И долго, и достаточно пристально наблюдаем за картиной Александра Иванова, явления Мессии, или явления Христа народу. Вот они там спрятались. Вот здесь вот тоже есть такие люди. Вот здесь вот. Сейчас нарисую. Вот здесь вот тоже они есть. Вот. Ну, мы их плохо видим, хотя бы потому, что это полотно большое, размещено, занимает целую стену. Ну, а нас, если рисовать, мы вот где-то вот так вот располагаемся, да? Здесь, там. Нам досюда смотреть далеко достаточно. То есть, с учетом того, что мы еще где-то, может, по центру стоять и так далее, не очень-то сильно и видно. То есть, очень интересное явление. Мы на этом изображении видим больше, чем даже можем разглядеть непосредственно. так, у всех были проблемы какие-то со звуком или только у некоторых? Подскажите, сейчас у меня хорошо видите и слышите? Да, ну, надеюсь, что это все-таки частные проблемы, хотя два я вижу как минимум минуса. Один и еще один. Ну, ладно, пока дайте знать, как только, если что-то будут какие-то проблемы, сразу давайте знать в чат, буду перезагружаться или еще как-то работать с этим делом. Вот, то есть, происходит достаточно странная вещь. Картинка лучше посещения выставки. Ну, в некотором смысле лучше, конечно, да? То есть, на картинке можно разглядеть больше, чем реально, придя в музей и досконально часами там, может быть, стояя и разглядывая. Вот. Что же это за картинки такие? Ну, давайте попробуем дать несколько определений. Давайте дадим такое вот определение. Изображение высокой четкости. И это определение будет достаточно размытое. Любую картинку, кратно большую при отображении в разрешении один к одному, вот это важно, при разрешении один к одному, то есть пиксель в пиксель, чем ваш монитор. Монитор назовем изображением высокой четкости. Чем больше эта кратность, тем больше, более специфические качества проявляются у такой картинки, которые отличают ее от обычного изображения. Другими словами, как только картинка начинает ваш монитор превышать и превышать многократно, мы начинаем иметь дело с некоторой новой сущностью, которая не является просто иллюстрацией традиционной, а является каким-то, возможно, каким-то новым медиа. Ну, а теперь ужесточим наше определение и скажем, что же такое гигапиксельная картинка. Слово гигапиксельное часто берут в кавычки, потому что речь, конечно, не конкретно об одном гигапикселе. Один гигапиксель, напоминаю, это миллиард пикселей. Миллиард это вообще очень много, очень большое число. Для обычного человека это, в общем-то, практически неисчислимое число. Если просто считать 1, 2, 3, то до миллиарда не досчитаешь. Так вот, гигапиксельная картинка – это изображение размером примерно 30 000 на 30 000 пикселей. Или если у вас монитор Full HD 1920 на 1080, это 30 ваших экранов по вертикали и 15 экранов по горизонтали. Представьте, пожалуйста, такую стену огромную, примерно там 10 на 10 метров. Вот, вы стоите перед этой стеной, ну, тоже, наверное, где-то в 10 метрах, или, может быть, даже немножко дальше. Стоите так, чтобы вам комфортно было общий вид наблюдать, то есть всю картину в целом наблюдать. Вы хорошо видите каждый участок этого изображения. Потом вы делаете шаг, еще шаг вперед, перемещаетесь на 5 метров, то есть становитесь в два раза ближе этой картины. Вам уже трудно оглядывать всю картину, вы должны вертеть головой вот так вот, да, но зато у вас появились новые детали. Обращаю ваше внимание, новые детали появились. Не просто увеличение появилось, но появились новые детали, которые вы раньше не различали. Ваш глаз не способен был раньше различить это. Вы подошли еще в два раза ближе, на 2,5 метра, и увидели какие-то мелкие травинки, там, былинки, жучков и так далее. Потом вы подошли на метр, подошли на полметра, и, скажем так, на 30 сантиметров. И каждый раз вы смотрите, вы видите все больше и больше и больше, вы видите какие-то трещинки на изображении, и все новые и новые детали становятся вам понятны, и вы их можете разглядеть. При этом, конечно, всю картину вы уже не видите, даже вращая головой, под таким углом вы ее увидеть не можете. Вот что такое гигапиксельная картинка в традиционном понимании, то есть в интерпретации стандартного изображения, которое реально существует. На мониторе оно, конечно, реально не существует, но в принципе те же самые. Вы можете рассматривать картину в различных увеличениях. Количество этих увеличений, это кратность, прошу прощения, этих увеличений примерно до 20-30 раз. Это если речь идет о 1-гигапиксельном изображении, потому что бывает и много гигапиксельных изображений. Так вот, в пределах кратности 20-30 раз ваше изображение не ухудшается, вы видите все новые и новые детали. Нет, Людмила Вольцовна, в том-то и дело не размытие. Это вот когда вы начинаете приближать еще ближе, скажем так, не в 30 раз, а в 60-120 раз, вот только тогда она начинает размываться. В этом вся суть гигапиксельных изображений. Какими кистями работают художники, создавая такие изображения, если их можно увеличить в десятки раз без ухудшения качества? Я думаю, что художники... Ну, во-первых, начнем с того, что эти полотна писались достаточно долгое время. Иванов 20 лет писал свое полотно. Босх немножко поменьше, но он вообще был очень трудолюбивым и таким умел рисовать быстро. Ну, и у Иванова вообще за время написания этой картины и концепция поменялась, и он около 400 эскизов и этюдов сделал к этой картине и так далее. Ну, я думаю, что они разные детальки писали разными местами. Вот, например, вот этот участок нет особого смысла рисовать очень мелкими кистями, да? А вот какой-нибудь волосок вот здесь вот, да? Он может быть написан очень мелкой кистью и, да, выписан очень-очень-очень серьезно. Итак, мы столкнулись совершенно с новым медиа. Это не просто картинка. Во-первых, чисто физически такие картинки не могут впечатываться в наши учебные работы, как иллюстрация. Вес такой картинки в JPEG около 200 мегабайт. И ваш компьютер, тем более компьютеры ваших учащихся, просто такие картинки не осилят. И либо будут загружаться несколько минут, либо потом будут другие всякие проблемы. Вообще страница может упасть и так далее. Автоматически увеличивать масштаб под тот, который нужен, тоже никто не умеет. Ни браузер не умеет, ни... Если вы скачаете такое изображение, большинство смотрелок будет вести очень-очень странно себя. Ну вот только вот мощнейшая программа под названием Photoshop. Если загрузить туда такую картинку, она будет вести себя корректно и нормально позволять все увеличивать, просматривать. Но это же смешно только для просмотра картинки запускать целый Photoshop, который стоит кучу денег и который предназначен не для просмотра, а для совсем других вещей. Вот уже здесь мы начинаем подозревать, что это не простая картинка, это новая медиа. Идем дальше. По такой картинке, если мы... Допустим, у нас есть хорошая смотрелка, чтобы рассматривать эту картинку. Мы задались целью эту картинку просмотреть от и до. Включили самое крупное разрешение, вот маленький пятачок такой, и стали это все рассматривать. Рассматриваем, рассматриваем. Нам на это потребуется, наверное, день, чтобы все просмотреть. Дня у нас просто физически нет, чтобы получить такое удовольствие. Да удовольствие и не очень адекватное. Опять же, я хочу сказать, что на этих картинках есть вот такие вот кусочки, которые совсем не обязательно разглядывать с большим увеличением, ну, разве что разглядеть какую-то специальную царапинку или еще чего-то, да, искусствоведу. Вот. А есть изображение, которое надо смотреть с самым большим разрешением, то есть посмотреть действительно все в самом высоком разрешении, чтобы различить то, что самые мелкие детали. Ну и кроме всего, мы хотим, я хочу обратить внимание, что основные фигуры, они построены так, что их удобно рассматривать в каком-то среднем разрешении. То есть нам надо постоянно менять разрешение, чтобы изменять масштаб картинок, чтобы видеть все кусочки в наилучшем виде. Вот. Кто знает вообще? Если вы первый раз встречаетесь с этой картинкой, вы можете только подозревать, что как разглядывать, с каким увеличением. Например, вы можете не догадаться, что, ну, допустим, где-то вот здесь находится какой-то специфический там оброненный предмет мелкий, да, который важен для изображения. Ну или про этих людей можете не знать, да, вот что они там есть. Как же быть на самом деле, да? Вот в данном случае вот эта гигапиксельная картинка, она ведет себя как лес, в который вы вошли, в котором есть какие-то тропинки, но которые можно пройти совершенно по-разному. используя разные тропинки, можете его пройти с севера на запад, а можете с севера на юг, а можете с востока на запад и так далее. Кроме того, часто в таких картинках надо воспользоваться услугами проводника, потому что только проводник знает, как оптимально провести вас, чтобы вы увидели здесь все в наилучшем виде. Например, только проводник знает, что вам надо показать здесь элементы пейзажа, элементы изображения дерева и где они раньше изображались, вот подобным образом. Реку, вот как-то вот так вот. Начать перечислять фигуры в определенном контексте, причем, например, вот эти четыре фигуры объединены. Дальше вот по этим фигурам пройтись, показать вот этих всадников, женщин, фигуру, которая похожа на Гоголя, фигуру Христа, почему она на отдалении, потом, может быть, еще раз пройтись с применением каких-то контекстов, показать и так далее. Все это требует проводника, который уже знает, как по этой картине ходить. Просто так, если вы первый раз сюда придете, вы можете на ней блуждать неопределенным каким-то образом и не посмотреть то, что надо. Таким образом, гигапиксельная картинка это вместилище чего-то настолько объемного, что ее совершенно невозможно рассматривать как обычное изображение. Это нечто среднее между изображением, видео и чем-то еще неизведанным. Соответственно, для того, чтобы эти картинки смотреть и как-то что-то с ними делать, а тем более, чтобы предлагать их своим ученикам, своим слушателям, нужны какие-то специализированные инструменты. Вот об этом мы с вами поговорим во второй части. А пока я хотел бы вам рассказать, где можно их брать. Такие картинки. Где они вообще существуют и можно ли их получить свое собственное... скачать на свой компьютер и потом использовать для целей обучения. Я вам советую скачать эту презентацию, потому что в ней достаточно много ссылок. Да, ну и кроме того, я совсем забыл вам сказать, что я вам советую прочесть. Ну, открыть можете прямо сейчас. Прочесть лучше после нашего сегодняшнего вебинара. Вот такую вот... Не знаю, как это назвать. Это скорее такой long-read статейка, посвященная этому же самому материалу с большим количеством ссылок. Большим количеством иллюстраций, ссылок и прямых ссылок на хранилище гигапиксельных изображений и в некоторых случаях прямо на них. Так вот, начнем перечислять, где можно брать эти изображения в свободном доступе, либо хотя бы посмотреть их. Ну вот, начнем со списка самых больших изображений в свободном доступе. Такой список есть в англоязычной Википедии. Вот снизу ссылка на него. Список этот возглавляет сайт, на котором изображена поверхность Луны в качестве 681 гигапиксель. То есть, это уже не гигапиксель, это уже почти терапиксель. То есть, почти триллион пикселей. Это вообще невообразимое какое-то изображение. Надо, однако, отметить, что это не отдельные картинки. То есть, вот из этого списка почти ничего нельзя просто скачать. Это специальные сайты, на которых такие огромные изображения. Сайты, которые представляют собой смотрелку для таких вот вьювер, для таких вот изображений. И на них, используя возможности этого сайта, можно посмотреть эти изображения. В частности, вот поверхность Луны можно посмотреть, ну, практически до мельчайшего кратерчика маленького. Вот, в том числе и все артефакты, которые остались на Луне от посещения людей. Вот, там посмотреть можно. Да, если кто не верит, что на Луне люди были, то тоже может убедиться, что там от них кое-что осталось. Но это к слову. А вот теперь уже ближе к делу. Гигапиксельные изображения, которые можно скачать, находятся на Викискладе вот по этому адресу. Тут их несколько десятков, 43 точнее. Это изображения, которые сделаны Гуглом в разных музеях. У Гугла есть такой сайт, который называется Google Arts. На нем хранится большое количество произведений искусства. И эти произведения искусства, некоторые из них, не все, выполнены с гигапиксельным качеством. Ну, или близким гигапиксельным. Вот. То есть, здесь мы видим, что большинство из этих работ, вот они хотя бы по одной... по одному измерению равны 30 тысячам. Да, я, кстати, хочу отметить, что мы натыкаемся тут уже на ограничение формата JPEG, который не может показать изображение там примерно, как раз больше гигапиксельного примерно. То есть, примерно 30 тысяч на 30 тысяч это его максимальное изображение, которое может быть представлено форматом JPEG. Вот. Больше уже надо эти изображения делить на части, уже с этими частями отдельно работать. А, вот. Ну, это к слову, ладно. Хочу обратить внимание, что несмотря на то, что это сделал Google, спасибо ему огромное, он ездил по музеям, пользуясь своим авторитетом и своим оборудованием специальным, это все сосканировал. Нашлись люди, которые положили это на Вики-склад. Причем у Google это просто так скачать нельзя в Google Арте. Там все немножко запаковано так, что не разберешься. Ну, программисты это сделали, и они не сделали ничего плохого на самом деле. Хотя Google это не очень нравится, но реально они не нарушают никакой закон, потому что в большинстве стран мира изображения произведений, которые находятся в общественном достоянии, точные изображения, точные фотографические изображения этих произведений не являются предметом авторского права. То есть, да, вы потратили труд, это ваше, может быть, коммерческое, ну, не тайно приобретение какое-то, не знаю, как это назвать, но авторским правом это не защищается. Поэтому мы имеем право это у вас взять и положить уже в открытом доступе в виде файла в какое-то место. Вот Википедия это и сделала, и эти изображения есть, их можно использовать. Вот, это что касается произведений искусства. Да, конечно, произведение искусства это то, что можно рассматривать в виде гигапиксельной иллюстрации, лучше всего и больше всего видно преимущество такого показа. Таких вот иллюстраций достаточно много, не только эти, можно еще кое-что найти. Ну, конечно, это не только искусство, это биологические объекты, их труднее искать, но найти можно сейчас. Большое количество, в том числе, аппаратуры, фотографические аппаратуры для биологии, оснащено достаточно мощными камерами, микроскопические объекты. Вот, например, рассмотрим здесь. Здесь есть как минимум 4 объекта, которые с разных позиций было бы интересно рассматривать. Давайте я здесь побольше сделаю величину кисти, десятку, как я люблю. Ну, во-первых, вот этот вот большой объект, который совпадает с общим видом. Во-вторых, вот этот вот объект кругленький, который требует уже увеличения примерно в 2-3 раза. На этом кругленьком объекте есть вот такой пупырышек, который требует еще увеличения, там, раза в 3. Ну, и, наконец, на этих пупырышках и на этих объектах есть вот такие мелкие вещи, которые хотелось бы рассмотреть в совсем мелком формате. Вот, конкретно эта картинка, она, к сожалению, не настолько высокого разрешения, чтобы все это можно было посмотреть, но, тем не менее, хорошее увеличение там достигнуть можно. Вы можете посмотреть с моей страницы. Так, Любовь Вениаминовна, нас... Да, мы это тоже посмотрим. Хорошо. Спасибо. Ну, собственно, в нашем... Для нас макро, микро и нано и макро не имеют значения. Главное, что результат представлен в виде картинки очень высокого разрешения. Вот другой биологический объект. Вы тоже можете на него просто тыкнуть и скачать к себе. Это бабочка. Если интересует, с каким максимальным увеличением можно ее рассмотреть, вот справа есть кусочек ее... Вот, наверное, это где-то вот вот этот вот кусочек. Не знаю, вот так вот. Ее усика. Очень удобно рассматривать это все. Ну, кроме всего, можно, например, убедиться, не знаю, как конкретно для этой бабочки. Многие же бабочки создают оптическую иллюзию. Если начать рассматривать их отдельные чешуйки, окажется, что, например, ярко-синяя бабочка совсем не покрыта чешуйками синего цвета. А синий цвет создается за счет интерференции. Дифракции интерференции цвета. И это можно убедиться примерно на таком... Ссылка не работает на эту бабочку, не работает? Или на что не работает ссылка? Ссылка на бабочку можете эту бабочку скачать прямо из моего... Из вот той статьи. Ну, совсем недавно она еще работала. Если вам очень понадобится, если ссылка все-таки действительно не работает, то у меня эта бабочка есть скачанная. Я могу с вами ей поделиться, если... Если очень надо будет. Ну вот, кроме гигапиксельных... Кроме изображений биологических, конечно, есть еще всякие географические вещи. Панорамы красивые, панорамы городов, панорамы природы и так далее. Собственно, панорамы... Ссылку в чат сейчас нет, сейчас не могу. Вы просто, пожалуйста, пойдите по той ссылке, которую я вам привел на свою статью, и в ней эта бабочка есть, и тыкните на эту бабочку, она должна загрузиться. Панорамы... Возможно, панорамы были самым первым прорывом в гигапиксельную область. Их делали еще лет 10-15 назад. Появлялись эти совершенно замечательные вещи, когда это вообще было совершенно невообразимым. Просто делали... Для статистики изображений делали много снимков с небольшим поворотом камеры, потом сшивали это все и каким-то образом выкладывали в интернет снабжая специальным движком, который это все показывает. Ну и сейчас при поиске гигапикселя в... По слову гигапиксель в гугле или в гугл-картинках, наверное, половина всех картинок, которые будут вываливаться, будут панорамы. Старые карты и вообще старые документы, которые отсканированы в высоком качестве. Ну, в старое время создавалось очень много больших изображений, которые при соответствующем сканировании превращаются в достаточно картинки высокого разрешения. Вот, например, вот этот вот человек изображен здесь, если не изменяет память, вот здесь. Вот. Ну, это не гигапиксельное изображение, но достаточно большое разрешение все-таки. Вот еще пример того, что исторические документы выкладываются в хорошем качестве. Опять же, это не гигапиксельное изображение. Речь идет в данном случае о Абердинском бестиарии, который в очень хорошем качестве и в очень хорошей цветности, кстати, выложен на сайте Абердинского университета. Очень известный бестиарий, очень известный фолиант с большим количеством картинок, средневековый фолиант. Вот примерно такое качество здесь можно достичь. Это примерно, если не изменяет память, 6 или 12 тысяч по вертикали и там около 6 или 4, не помню, по горизонтали. Это не гигапиксель, но тем не менее тут можно сделать несколько увеличений для того, чтобы смотреть разные кусочки его. Разумеется, астрономы оставляют за собой большое количество гигапиксельных иллюстраций и многие, очень многие из них выкладываются в открытый доступ. Вот, ну, в частности для астрономов это в некотором смысле они почти всегда работают в открытую, у них они тратят большие деньги, да, и чтобы отчитаться за эти деньги, они выкладывают в открытый доступ иногда даже все рабочие материалы, а часто почти всегда выкладывают наиболее качественные изображения, то есть уже конкретные достижения. Вот, и вот, например, есть в очень хорошем изображении во многих вариантах Млечный Путь наша галактика, есть вот такие вот, например, Туманность Карина, ну, здесь, судя по всему, цвета, такие яркие цвета несколько искусственные, это, скорее всего, многоканальное изображение, где много разных частот, потом наложили это все один на другой и создали такое искусственное изображение высокой четкости. Ну, и, конечно, исследование планет. Вот, когда автоматическая станция Нью Хорайзонд Новые Горизонты пролетала мимо Плутона, то сделала вот такое вот очень хорошее высокого качества изображение поверхности Плутона. Ну, вот, можете увидеть, да, вот это максимальное изображение, это где-то, наверное, вот здесь вот кусочек, вот такой вот. Это тоже не гигапиксель, но приближается. Ну, и здесь можно разглядеть с большим, с хорошим увеличением вот эти области, которые уже имеют свои названия. Вот эта область черная, ее прозвали журналистом Мордером, вот это, если не изменяет область, называется по имени нашего спутника, плата спутник, ну, и так далее. И разглядеть это можно все в очень хорошем разрешении. Не в таком, конечно, разрешении, как наша Луна, но, тем не менее, в очень хорошем разрешении. Кроме того, астрономы выкладывают еще и исходные форматы, то есть форматы в не конкретных картинок, а рабочие изображения, буквально, которые означают, сколько фотонов упало на каждый элемент матрицы, матрицы телескопа Кеплер в данном случае. Это телескоп, который находится в космосе, космический телескоп, который постоянно зондирует нашу Вселенную и выдает через канал связи вот такие вот изображения. Но астрономы знают, что с ними делать. Это специфический формат, такой вот научный. Это не JPEG, там много всяких нюансов. Не будем о нем говорить. Но если Кеплер все-таки сам по себе выдает за один раз, если не сшивать изображения, не гигапиксельные изображения, то новые телескопы, которые появятся в ближайшее время, вот, например, LSST, который должен появиться, это международный телескоп, который строится в Чили, будет иметь саму матрицу 3,2 гигапикселя, то есть, вот за один раз, просто буквально за один снимок, будет появляться изображение размером 3,2 гигапикселя. Представьте, как сразу, насколько увеличится количество прекрасных изображений, которые можно будет найти в открытом доступе. Ну, конечно, математические объекты. Математические объекты, прежде всего, фракталы, вот такие вот. Конечно, фракталы не с каким увеличением невозможно разглядеть до конца, да, они на то и фракталы, чтобы увеличиваться, каждый раз, когда вы увеличиваетесь, на них можно дальше и дальше увеличивать, и они будут свое повторяться, самоповторяем, формировать какие-то самоповторяемые рисунки, ну, тем не менее, до какого-то уровня можно разглядеть фрактал, там, например, вот такой вот кусочек маленький, он, по сути дела, повторяет всю вот эту картинку, вот еще раз, если на него наезжать дальше и дальше, он будет еще повторяться, и так далее. Большой, новый, новая область, в которой появляются гигапиксельные иллюстрации, это коллективные фотографии со специального оборудования, которые ставятся где-то на высотах, на высоких местах, ну, и вот, в частности, там, Live занимается этими, такими вещами, у них на сайте есть раздел, который называется GIGARAMA, вот, они формируют вот такие вот изображения, в которых можно разглядеть буквально каждого человека в лицо, вот, обратите внимание, да, это много-гигапиксельные изображения, они делаются за много раз не одним, не одним планом, много раз камера наезжает, и это видно, тут есть сдвиги такие неприятные, то есть, толпа успевает пройти, пока они делают все снимки, но, тем не менее, в основном, это, конечно, просто огромное удивление, когда первый раз попадаешь на этот сайт, и ты видишь, что каждого человека можно разглядеть не только здесь вот, но даже вот практически вот здесь, где-то вдали, а здесь присутствует, ну, на мой взгляд, тысяч пятьдесят видно вот сейчас, не меньше никак, люди вот с таким качеством можно разглядеть этих лица, каждого, что они несут, какие плакаты, и вот здесь даже можно разглядеть, там, может быть, что изображено на кепке, то есть, еще в большем, еще в большем масштабе, и такие изображения стали появляться в большом количестве, более того, появилась, собственно, и новая проблема, связанная с тем, что вот, если где-то такие камеры стоят где-то на высоких домах, и, в частности, могут фотографировать, например, какие-то, ну, не вполне разрешенные мероприятия, где народ собирается, да, то вот народ собрался, а потом вот каждое такое личико может поступать в компетентные органы, и каждого такого человека найдут, штраф ему пришлют, там, и так далее, и так далее, ну, а если такое делает государство, значит, такое может делать и не только государство, да, кто-то другой, с какими-то своими собственными целями, другими словами, имея такие технологии, мы оказываемся в положении, когда просто выйти в город, и не засветиться невозможно просто, это да, это проблема на самом деле, но эта проблема нас будет сопровождать в ближайшее время, то есть мы уже будем с этим жить как-то, ну, и надо отметить, что не только в наше время это умеют делать, это умели делать, правда, с применением специальных средств, и в старые времена, вот, например, коллективная фотография Кексгольмского, императора Австрийского полка, вот такая вот огромная фотография, две такие фотографии есть в разных двух музеях в России, размер, если не изменяет память, примерно 60 сантиметров на 120 или 130 сантиметров, сделана она единым снимком на одной пластине, вот, то есть совершенно уникальная по тем временам применялась технология, и вот можно посмотреть, с каким качеством тут видно, тут тоже видно, весь полк виден в не только лица, но и даже более мелкие предметы, вот, например, вот он этот, в центре находится барабан большой, и барабанщик рядом с ним, а вот вот это в среднем увеличении, и вот оно максимальное увеличение доступное, вот мы видим, что здесь видны и погоны, и значки на головных уборах, и все видно очень здорово, к сожалению, пока никто не сделал, не оцифровал эту картинку в гигаписельном качестве, вот только отдельные отрывки, общий вид и отдельные отрывки опубликованы, я все жду, когда появится она в полном качестве, но зато про нее снят документальный фильм 20-минутный, вы можете его посмотреть на, вот по той ссылке, которую я привел, он там есть целиком, ну и наконец, даже пользуясь обычными фотоаппаратами, которые можно приобрести, но может быть относительно хорошими, в солнечный день можно снять вот такую вот панораму, ну это не панорама, такой снимок общий, это одно из, одна из конференций, международных конференций в Википедии, тут я вот посчитал 300, примерно 320 человек, или 350 человек, вот каждый из них виден, вот так вот лицо видно, все можно разглядеть при увеличении, вот, и это делал человек, не стараясь специально сделать гигапиксельную иллюстрацию, просто вот она, но она не гигапиксельная, чуть поменьше, тем не менее, ссылки с экрана и не будут копироваться, Оксана Владимировна, и не должны копироваться, для этого вы должны скопировать презентацию, и тогда вы будете эти ссылки все иметь, вот, потому что в вебинаре ссылки не воспроизводятся, к сожалению, вот, ну и какие еще варианты больших иллюстраций есть, различные схемы, вот, например, одна из схем, одна из газет в начале 20 века опубликовала вот такую схему своей собственной редакции, вот, внизу находится типография, дальше какие-то отделы, редактора, начальство наверху, там, залы, и так далее, и все это видно достаточно хорошим разрешением, вот, таком, каждую фигурку здесь можно разглядеть, тоже очень долго это можно рассматривать, если рассматривать каждую, наверное, каждое помещение можно, наверное, несколько часов потратить, ну и, наконец, иногда вот такие вот плакаты делают специально для использования в технике гигапиксельной иллюстрации, чтобы на каждую из этих птичек наехать, целиком они все располагаются по семействам, по какому-то признаку на одном пласте таком, как искать, если я вам дал несколько ссылок, где располагаются эти изображения, а как их искать, ну вот, в гугле, где-то примерно чуть больше полугода назад произошло некоторое увеличение его возможностей, расширение его возможностей, если вы ищете в гугле по картинкам, то вы можете заказать, ну, во-первых, да, это гугл картинки, не просто гугл, во-вторых, нажмите на кнопочку инструменты, в-третьих, выберите, появится вот эта строка, размер, выберите, это третий пункт, а дальше те изменения, которые произошли, да, вот, напоминаю, это третий пункт, дальше это то, что и раньше было больше чем, а вот на пятом пункте появились изменения, раньше здесь ограничивалось все четырьмя мегапикселями, а полгода назад появилась вот эта вот линейка, где вы можете потребовать изображение только лучше чем, больше чем 10 мегапикселей, 12, 15, 20, 40 и 70 мегапикселей, 70 мегапикселей это пока не гигапиксель, но тем не менее это уже хорошее приближение, это очень большие картинки, с которыми можно работать по аналогии с гигапикселем, ну и при помощи такого вы можете искать, ну, разумеется, здесь задаете свои ключевые слова, можете пробовать искать изображение в своей области только вот с таким сверхвысоким качеством. Тут надо, конечно, иметь в виду, что не все изображения, которые с таким разрешением физическим, они отвечают качеству данному, то есть если кто-то просто взял и грубо увеличил картинку, которая была 640 на 480 и увеличил ее до 70 мегапикселей, от этого вы ничего нового не увидите, да, но если это реально сделано с таким разрешением, то вы увидите много, при увеличении увидите много деталей. Наконец, гигапиксель приобщиться к таким картинкам вы можете прямо со своего смартфона, загрузив, в том числе есть несколько бесплатных вариантов приложений, ну например вот нечто если вы наберете слово Tisson в поиске Google Play вы можете скачать несколько приложений с изображениями из музеев и с этими изображениями все очень просто вы просто получаете на полный экран изображения а потом пальцами начинаете его раздвигать вот так вот в том месте в котором вы хотите его увеличить в некоторых местах будут появляться специальные бирки с текстами которые это все поясняют эти объекты в некоторых местах можете просто разглядеть большие изображения звук у всех проблемы со звуком поставьте пожалуйста плюсики если со звуком все хорошо или наоборот минусы нормально да ну ладно будем считать что нормально тогда ну и конечно вопрос самый а что же с этим гигапикселем делать и как с ним работать потому что просто просто вот так вот работать с ним нельзя он не поддается обычным формам работы с изображениями вот как я уже говорил если вы его просто скачаете при попытке например поместить его в в окно браузера ну если у вас много памяти на компьютере оно конечно со скрипом загрузится в течение там полуминуты или минуты или двух минут а вот а потом с этим изображением можно будет сделать только две вещи либо полностью его увеличить на полное увеличение либо посмотреть в общем виде его вот ничего больше сделать с ним нельзя вот поэтому существует целая технология для этого как все-таки это изображение показывать во всех возможных увеличениях одна из таких технологий называется технология Zoomify эта технология предполагает создание плиток размером 256 на 256 пикселей для каждого из необходимых увеличений то есть сначала берется общий вид этот общий вид разбивается на такие картинки прошу прощения затем изображение увеличивается в два раза и снова разбивается на такие плитки и так до тех пор пока изображение не преобран не увеличивается до полного своего качества в котором видны виден пиксель в пиксель и это изображение тоже разбивается на кусочки 256 на 256 плитки эти плитки кладутся в большое количество отдельных папок снабжаются специальным xml файлом и вот после этого это можно показывать при помощи специальных плееров которые можно по-разному создавать сейчас я об этом немножко расскажу так на картине вознецова после побоящей Игоря Святославовича с полосами присутствует такой эффект с какой бы позиции вы не смотрели картину подошвы сапог всегда поверхнуты к нам хотя они даже не в фокусе картины никак не могу объяснить наверное надо спросить искусствоведа я честно говоря не знаю вот ну насчет фокусе не фокусе для картины это немножко такой лукавый термин потому что не в фокусе может быть фотография а изображение оно всегда в фокусе оно может имитировать что-то что не в фокусе не знаю приходите вот завтра к Софье Багдасаровой она у нас спец по по искусствоведению может быть она ответит на этот вопрос я вот со своей технической точки зрения к сожалению на этот вопрос ответить не могу вот итак я предлагаю вам три пути знаю по крайней мере три пути как работать с изображениями высокой четкости первый путь это использовать бесплатный инструмент который называется Zoomify Free при помощи этого инструмента вы можете просто достаточно просто взять загрузить ну предварительно вы должны загрузить в себе к себе изображение гигапиксельное а Zoomify Free позволяет вам сделать бесплатно причем скачать такой очень простенький инструмент при помощи которого это изображение разбивается на вот эти вот плитки и предоставляется вместе с этим инструментом очень простенький такой просмотрщик браузер при помощи которого это можно делать так ну вот да вот здесь вот этот просмотрщик виден вот у него всего три кнопки увеличить уменьшить и перейти к полному изображению. Ну и кроме того, это можно таскать туда-сюда, и если не изменяет память, двойным щелчком увеличивать изображение. Никаких дополнительных надписей делать нет возможности, но, по крайней мере, вы все это изображение можете обойти и посмотреть самостоятельно. Второй путь – это использовать более продвинутый сервис, сервис StoryMap.js в режиме гигапиксельной картинки. Как освоить эти инструменты, вы можете посмотреть на моем личном канале в YouTube. Это у вас несколько часов займет все-таки. Для этого, может быть, нескольких часов не надо, для Zoomify Free. А вот для StoryMap понадобится некоторое время, потому что и усидчивость, потому что инструмент не очень сложный, но требует погружения некоторого. Ну и третий путь достаточно простой. Использовать один из редакторов видео, чтобы создавать такие вот... Да, прошу прощения, по поводу StoryMap не договорил. Да, при помощи StoryMap.js можно создавать замечательные интерактивные путешествия. И на моем, в моем вот этом вот, в моей статье, там много таких в конце. Снизу приведены несколько таких интерактивных путешествий, когда слева будет видно изображение в том увеличении, в котором требуется, а справа данный объект объясняется текстом и приводятся контекстные изображения, контекстные видео, может быть, звуки и так далее. Вот. И это, конечно, самый продвинутый путь такой работы с гигапиксельными картинками. Вот. Ну и третий путь – это создание ролика, видового ролика, когда вы путешествуете по этому изображению с постоянным перемещением, то есть панорамируете и масштабируете его одновременно, разглядывая разные его детали. Для этого можно использовать любой видеоредактор, который позволит вам загрузить это гигапиксельное изображение в себя. Дело в том, что само-то панорамирование и масштабирование для видеоредакторов есть у любого видеоредактора. Но вот при попытке загрузить такое огромное изображение в качестве исходного материала, многие из них просто ломаются. Вот, например, я использовал инструмент Camtasia Studio, девятую. Вот, например, восьмая версия, она еще ломалась при попытке загрузить в нее гигапиксельное изображение. А девятая уже позволяет это делать. Ну, тут еще, конечно, объем памяти вашего компьютера должен быть не минимальным. Вот. Вот у меня, например, при 16 гигабайтах оперативной памяти все проходит хорошо. Хорошо. Вот хотел бы привести пример такого ролика, минутного ролика. Вот, посмотрите его, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Обращаю ваше внимание, что все это сделано, как я уже сказал, достаточно примитивно при помощи одного единственного, многократно примененного инструмента, который называется Zoom and Pan, то есть увеличение и перемещение, панорамирование и масштабирование. Вопрос только в том, чтобы сам инструмент позволял загрузить вот эту картинку. А дальше можно делать уже подобные ролики. И, ну, конечно, этот ролик, если бы его делать учебным, его надо было бы сделать не минутным, а как минимум 5-минутным или 10-минутным, и по каждому из мест останова что-то рассказать, там есть что рассказать. Вот, ну, моей целью было просто продемонстрировать эффект. Вот. Да, ну, что касается StoryMap.js, вы в моей статье посмотрите, как выглядят вот эти интерактивные путешествия. Вот там есть, например, интерактивные путешествия по Босху, даже два. Вот как это выглядит. Вот слева увеличенные изображения, а справа, например, текстовые, какая-то текстовая или не только текстовая увеличение комментариев. Ну, вот, например, тут один из кусочков как раз правой части триптиха Босха, сад земных наслаждений, ад. Вот тут достаточно известный момент, ноты на ягодицах. Эти ноты реально существуют, и даже одна аспирантка в Канаде, кажется, их воспроизвела и смогла сыграть вот то, что вот написано здесь и вот здесь, что это за такая адская музыка. Вот, очень интересно, и это выложено в Ютьюбе, это можно послушать и посмотреть. Ну, и вот, например, такое же интерактивное путешествие по одной из страниц Аберидинского бестиария. Вот это изображение, кусочек такого изображения. Собственно, у меня все. Я думаю, что, да, кто-то хотел мне написать, может, мою почту отсюда переписать. На самом деле, конечно, еще нужен как минимум час или два, чтобы рассказать об инструментах более подробно. Но, надеюсь, что, ну, по крайней мере, с вот этим инструментом Zoomify Free вы способны его освоить самостоятельно. Он совсем простой. Таким образом, резюмирую. Мы сегодня с вами рассмотрели, во-первых, саму концепцию гигапиксельной картинки. Мы с вами посмотрели, где их можно брать в открытом доступе. Таких мест выяснили, что таких мест достаточно много. И третье. Мы рассмотрели как минимум три инструмента, при помощи которых с ними можно работать и потом помещать результаты в свои собственные сайты, в свои электронные курсы и другие произведения. Я думаю, что после того, как вы с этой темой поближе познакомитесь, некоторый такой трепет по отношению к вот таким изображениям, он пропадет. И вы начнете эти изображения использовать. Особенно, когда поймете, где их можно взять именно по вашей тематике, начнете их использовать, потому что их применение дает очень хороший обучающий эффект. Во-первых, в плане того, что просто оно оказывает какое-то магическое влияние на обучающихся, потому что первый раз, увидев такую картинку в таком разрешении, люди начинают лихорадочно разглядывать ее и тратят на это многие десятки минут. То есть это привлечение студентов к определенной теме, ну и потом вы показываете свое мастерство, потому что люди, которые умеют делать подобные вещи, они всегда вызывают повышенный интерес и это выглядит эффектно. То есть это выглядит эффектно и перед вашими студентами, и перед, если необходимо, перед вашим начальством, если вы покажете такую вещь по своей теме, ну и перед коллегами тоже. Ну и вообще то, что получается в результате, это хорошо, это хороший материал, это хороший медийный материал, это хороший материал для ваших слушателей. Проблема, что имеющаяся учебная техника не всегда способна справиться с такой нагрузкой. Вы знаете, для того, чтобы отобразить это все, особой нагрузки не нужно. Это нужно, вы знаете, только в момент изготовления вот этих вот интерактивных путешествий, таких вот роликов и так далее. Да, тогда лучше компьютер получше. А для того, чтобы посмотреть студенту конечный результат, особо сильная техника не нужна. Ну что ж, вот сегодня мы провели, будет, да, конечно, будет доступно и презентация прямо сейчас доступна. Но если кто не знает, презентацию можно скачать. Нажмите, пожалуйста, на кнопку. Давайте повторю то, что я обычно повторяю, если кто-то не знает. Вот в правом верхнем углу, примерно туда, куда я указываю, есть ряд кнопок. Пятая слева кнопка, это папка такая, в виде папки. Вот если вы ее нажмете, то откроется окошко ресурсы. В этом окошке ресурсы есть несколько строк. Одна из этих строк, это как раз презентация. Нажмите, пожалуйста, на изображение «Скачать». Вот такое зелененькое изображение. Раньше это было изображение дискетки. Теперь вот такое вот зелененькое изображение. Когда мы на него подводим мышку, там написано «Скачать». Нажмите на него и скачайте презентацию к себе на компьютер. Будет вам презентация прямо на компьютере. Вот. Запись будет доступна в конце недели. Вместе с другими. Обычно в четверг я провожу выкладку всех записей на наш видеоканал в YouTube. Все, что за неделю было создано, попадает на наш канал в YouTube. Ну что ж. Я надеюсь, сегодняшняя презентация была для вас. Несмотря на то, что это в некотором смысле был сегодня неожиданный вебинар. Тема для меня очень любимая. Я поэтому ее и поставил сегодня. Надеюсь, что она для вас была интересной. И надеюсь, что вы найдете... Вот тут самое главное. Найти в своей области такие изображения, в своей области знания. И попытаться их каким-то образом использовать. Для гуманитарных направлений деятельности это почти всегда достаточно просто. И в истории, и во многих других применениях можно придумать, где найти такие. Сложнее, например, в математике или где-то в естественных областях. Если просто нет таких картинок, то не всегда можно их найти. Но ищите. С каждым годом таких иллюстраций в сети все больше и больше появляется в открытом доступе. Найдете, будет вам хороший инструмент для работы с вашими студентами. Ну что ж, пришло время мне с вами прощаться сегодня. Я напоминаю, что сегодня... Что у нас наша сегодняшняя неделя, наша нынешняя неделя вебинарная, очень плотная и очень интересная. Приходите на наши вебинары, будет интересно. До встречи в Директ Академии. До свидания. До встречи в Директ Академии.